Единые социальные проездные билеты в новом формате. С 1 октября в Старомосколе вместо бумажных талонов льготники будут использовать банковскую карту МИР. Для этого необходимо прийти в МФЦ и написать заявление. Регистрация карт началась на прошлой неделе. В МФЦ уже обратились около 100 пенсионеров. Электронные технологии стремительно вошли в нашу жизнь. Мы уже привыкли общаться с близкими по видеосвязи, выбирать одежду, сидя на диване, платить за услуги ЖКХ или приобретать билеты на поезд, не выходя из дома. В магазинах большинство предпочитает расплачиваться не наличными, а банковскими картами. Идти в ногу со временем предлагают и старооскольским пенсионерам. С 1 октября вместо бумажных талонов на льготный проезд появится единый социальный проездной билет в электронном формате. Для этого необходимо обратиться в МФЦ и написать заявление. В начале каждого месяца на карту автоматически будут начисляться 18 льготных поездок. Стоимость одной – 10 рублей 28 копеек. При этом неиспользованные поездки будут накапливаться. Только за прошлую неделю в МФЦ обратились около 100 пенсионеров. Каждый месяц не ходить за талонами. Мне кажется, удобнее, чем ходить. Кто-то может, раз придут, оформят, и всё. Будут получать. Очень быстро. Девушка очень быстро оформляет. Для удобства горожан специалисты ведут приём по предварительной записи. Активация карты делается один раз. До конца года все поездки человек может проконтролировать в личном кабинете пассажира. МФЦ работает с 8 до 8. Также в субботу до 2 часов мы принимаем. Бумажные талоны будут действовать до конца 2020 года. Их продажи прекратят в октябре. А пока в маршрутках Оскола пенсионерам раздают памятки, где дана подробная информация и номера телефонов для справок. Стоимость одной льготной поездки – 10 рублей 28 копеек. Каждый месяц на карту зачисляется 18 льготных поездок. Ольга Шалыгина, Сергей Кириченко, Александр Балакин, 9 канал.